Путешествие на дальнее расстояние по железной дороге это не только романтика. Иногда поездка может быть омрачена плохим комфортом или неудачным расположением мест в вагоне. В этом сюжете я попытаюсь рассказать, как подготовиться к поездке, чтобы путешествие не было омрачено дискомфортом расположения мест в том или ином поезде. Но сначала предлагаю разобраться не с местами в вагоне, а со схемой поезда. Ведь от того, в какой части пассажирского состава вы едете, зависит ваша безопасность. В данном случае речь идет об авариях, которые хоть и случаются редко, но все же могут коснуться любого из нас. Если брать во внимание столкновение поезда с препятствием, головной частью или хвостовой, то менее опасным местом в составе являются вагоны, расположенные в середине. У них больше шансов остаться на рельсах, а ударная волна будет менее ощутима. В качестве примера можно привести аварию пассажирского поезда «Киев-Каменец-Подольский», которая произошла в мае 2017 года. Тогда на подъезде к станции Негин маневровый локомотив выехал с бокового пути в габаритную зону, что привело к столкновению с первой секцией тепловоза пассажирского поезда. От удара с рельс сошли обе секции локомотива и первый пассажирский вагон. То есть первый вагон в данном случае оказался наиболее уязвимым. Также хвостовые и головные вагоны подвержены столкновениям во время маневров. Это может быть неудачный подвод локомотива к составу или прицепка группы вагонов к хвосту поезда. Но это все редкие случаи, и не стоит думать, что каждый технологический процесс на станции сопровождается такими инцидентами. Теперь перейдем к уровням комфорта в вагонах поездов. Первое место в антирейтинге занимает полки возле туалета. Даже в купейном вагоне не всегда такое соседство удобное. Это запахи, очередь в туалет, сигаретный дым из тамбура. Места возле купе проводника тоже не самый лучший вариант. В плацкартном вагоне летом это горячий титан для чая, зимой сквозняк из тамбура. К тому же здесь все время собираются пассажиры, которые выходят на транзитных станциях или обращаются к проводнику по разным вопросам. Первое купе также самое холодное место в зимний сезон. Пока теплоноситель дойдет до этой части вагона, он уже порядком остынет. Далее идут боковые места в плацкартных вагонах. Пока вы сидите или даже спите, мимо все время кто-то ходит, задевая ваши вещи, постель и так далее. Пока вы спите на нижней полке, на вас могут упасть кто-то из пассажиров, идущих по проходу, или предметы, которые они несут с собой. Аварийные выходы в каждом вагоне должны быть козырными местами. Ведь в случае ЧП у вас будет возможность покинуть вагон первым. Но, как правило, на это обстоятельство мало кто обращает внимание. Больше беспокоит то, что окна здесь не открываются. И если поездка совершается летом в плацкартном или купейном вагонах, где нет кондиционера, окно без форточки, это проблема. Аварийный выход находится на местах с 9 по 12 и с 21 по 24 в вагонах, рассчитанном на 36 мест. Теперь касательно вагонов сидячего типа, будь то Интерсити или обычный экспресс. Места возле входных дверей тоже в антирейтинге. Там очень неудобно, поскольку все время ходят пассажиры или проводники и открывают двери. Зимой к этому добавляется холодный воздух из тамбура. Места возле прохода тоже не совсем комфортные из-за пассажиров, которые вереницами ходят в буфет. Также вам придется все время вставать, если сосед захочет выйти. Этот анализ я изложил, опираясь исключительно на свой опыт поездок по железной дороге. Возможно, у вас есть свои наблюдения и выводы касательно удобных или неудобных мест в поездах. Поделиться мыслями, как всегда, вы можете в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok